Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю на уровне сложности Божество на стандартной скорости проходить Сидмерс Цивилизейшн 6 за Мапуче. Если вы пропустили начало, то лучше перейти к первой серии. Всегда интереснее начинать смотреть полностью сериал. А для спонсоров, напоминаю, все серии выходят сразу во вкладке «Сообщество». Ну и прошу ещё помнить о новой функции клипы. Пожалуйста, вот под видео на ютубе можно теперь нажать кнопочку «Клип», сделать какое-то необычное понравившееся место вам, запомнившееся, и я потом сделаю быстрое видео. Что ж, давайте продолжать наше игрище. Тут, в общем-то, я ещё никакие способности Мапуча не использовал, потому что нету соседей с Золотым Веком, чтобы с ними воевать. Соответственно, и города не захватывал, поэтому губернаторы не получают тройного бонуса от своих способностей, процент к культуре и к производству. Ну а всё остальное... О, Чумамуль, кстати, можно попробовать. Я вроде его открыл. Всё равно я мог его, конечно, построить как уникальное. Там, может, кто-то напишет, что можно было пробовать. Но он всего 4 очка даёт, и я бы не вышел в Золотой Век. Всё равно, к сожалению. Так, давайте в столицу отправим, пожалуй, Гулумапу. Да, тут нам надо дороги проложить, конечно же. Деньги ускорили. Я планирую нападать на Кахокию. Так, иду в Таран. Как раз через 4 хода смогу здесь Таран построить. Дортмунд. Американец, хотел сказать, немец поставил. Ну, я здесь поставлю город. А, наверное, возвращаться уже дуболомом обратно. Постепенно. Немец явно там не успеет ничего поставить. Так, я так понимаю, что инк, видимо, тут будет сейчас ставить город. Тут вроде никаких клеток для... Нет, он не может поставить. Подождите, он только тут может поставить. Вот тут я стою как раз, чтобы он там не поставил город. А, он тут тоже не будет. У него тут 2 клетки. Он вообще вот тут устраивает, если он там поставит. Нет, я точно туда не стремлюсь. Что тут Певен мапу обрабатывает? Все правильно обрабатывает. Мне бы, конечно, еще рабочего где-нибудь надыбать. Ладно, давайте тут стоять. Будем объявлять, когда войну к охоке. Я боюсь, что она, конечно, в мечников уже к этому моменту выйдет. С мечниками будет тяжеловато. Битцо. Вот, чумамуль у нас открыт этот. Плюс один к производству, к культуру, 75% престижа клетки. А что мы вообще с престижем, кстати? Да, походу, чумамуль-то не особо и... Видите, тут вообще престижа нету. Здесь только где-то. Ну, тут я кампус собираюсь ставить. Нафига мне там чумамюль. Немножко странное, конечно, улучшение. Вообще, в принципе. Эх, так. Куда ж нам дальше идти? Трудовая повинность содержания юнитов уменьшает. Давайте, наверное, в политическую философию потихонечку пойдем. Тут мы, пожалуй... Или поставить на производство кавалерии. Как у нас тут с лояльностью? Нет, ну тут плюс 26, видите? Нормально. Так что, я думаю, карточка на лояльность как раз не нужна. Давайте попробуем на кавалерию поставить. И каких-нибудь... Тяжелую колесницу, например, сделаем. О! Давайте дружить. С инком. И я думаю, что... Можно, значит, объявлять войну Кахокии. Конечно, сейчас потеряю... Блин, конечно, хотелось бы курганы Кахокии поставить. Они дают плюс 3 золота. Плюс 1 единицу удовольства. Еще плюс 1 единица от второго кургана. Ну, у меня хотя бы по одному кургану. А с другой стороны город-то хорошо стоит. Ну, вообще, он не очень хорошо стоит. Он без пресной воды. Но для меня это будет как вот в моей империи он очень в тему находиться. И заодно еще юниты попрокачиваю. Поэтому я думаю, что надо все-таки... ...объявлять войну. Тем более, я тут смогу часть его юнитов... Я сокрушу своих врагов. Если вы будете помогать им, то я сокрушу вас. Это немцу не нравится, когда на город-государство нападают. Так. Как нам здесь лучше... Наверное, так выйду. Так, тут буду стоять в защите пока. Ну, без тарана вообще смысла лезть на город нету. Я надеюсь, и армию Кахоки подубивать. При этом попрокачивав свои юниты. Вон где по сторонам. Нормально. Там скорее с испанцем у него будут проблемы. Чем со мной. Так, подходим сюда. Подходим сюда. Здесь, наверное, стоит поменять местами. Или вообще отойти за реку. Пускай он сам подходит. Ух ты, не убился. Ну, тогда... Тогда постоим. Не хочу через реку атаковать. Магнус унгулума. Конечно, тут бы еще и... Рабочего... Сделать. Где мы что-то пинга... Ну, блин, я маленький город для пингалы. Так. Значит. Убиваем. Наверное, вот теперь через реку... Нет, блин, надо этим ходить. Убиваем. Блин, вот тут хреновая ситуация. Так. Наверное, вот так сделаем. Убиваем. Убиваем. Так, а я аж лук открыл уже. Я, в принципе, могу... Давайте мы одного прачника следующим ходом в лук апнем. Это 60 монет будет требоваться. Стоим в защите. Стоим в защите. Вот видите. Эти через реку... Будут атаковать. А тем больно будет. Какая-то нехватка. Видите, в певен мапу надо было бы пингалу, если... Ну, все равно, опять, жителей как-то не так уж и много, чтобы прям спешить. Тут не выглядит так, что у меня города офигительно растут. Поэтому я и не спешил. Так, смотрим. Как он атаковать будет нас? Да, через речку. Отлично. Каменную кладку открыли. Тут уровень. Тут я боюсь подходить, потому что там стены будут обстреливать. Тут давайте. Блин, конечно, лучше было бы этого апнуть, который с уровнем. Да, наверное, его и будем апать. Меняемся местами. Стоим. Давайте тоже поменяемся местами. Потому что эти не раненые прачники, а там раненый. Поехали сюда. Сначала таран. Блин, 7 ходов таран. Ужас. Давайте пока на рост переключимся. Вот так. Все равно 7 ходов, кстати. А что тут так долго посел? Сейчас это к эти клетка присоединится. Получим производство. Там все равно нужно поселу строить. Так, тут просто возвращаемся. Не думаю, что мне кто-то помешает поставить город. Пошли. В колесо. С радостью приветствуем делегацию инка. Ереван. О, Филипп Фес сносит. Бился об меня, видите? Разлив реки около Ольян-Тайтамбо. Так, тут апаем в лучника. Тут лечимся. Тут подходим и обстреливаем. Наверное, тоже. Нам важно прокачивать юниты, и при этом их не терять. Как хокки с нескольких сторон атакуются. По идее, не должна влиять. Ух ты. Мачу-пикчу кхмер построил. Так. Работают лучники. По идее, вот эти два дуболома, это все, что у Кахоки осталось. Давайте выпрыгнем отсюда через дорогу, посмотри, через дорогу, через речку. Посмотрим. Так, присоединилась клеточка. Шесть ходов. Да, ускорили. Нормально. Вот этот только у нас немножко хреновый. Посел что-то обрабатывает. Так, сахар у нас есть. А где у нас еще какой-нибудь рез? Сахар и жемчуг обработают. Все равно, видите, несчастье. А что так? Слишком много жителей. Ну, у нас еще вот трюфеля на обработку и черепахи. Ладно, есть что обрабатывать. Неизвестный игрок Оракул. О, поймали. Отлично. Так, лечимся. Обстреливаем. Не знаю, если он будет город атаковать, то, конечно, это не берется. Нам сейчас надо вылечить здесь юниты. апнуть в лучников побольше. Вот тут ближе уровень. Так, 12 из 15. 13 из 15. Наверное, этим будем возвращаться. тут вообще надо бы постоять. Вдруг еще припрется таки инк город ставить. Блин, а тут у него явно будет лояльность его. Два, но все равно она влияет. Не очень приятненько. Так, ну этого надо убивать, чтобы он не разграбил сахар, например. Ну, я бы вот этого прачника проапгрейдил. Так, вон еще один стоит. Ну, это скорее всего последний дуболом кахоки. Так, колесо мы открыли. Наверное, давайте пока письменность. Так, галумапу может как-то нет, не может больше никак расти. Тогда может на производство, чтобы быстрее таран появился. Все равно у меня блин, слушайте, у меня армия больше, чем у Хмера. по идее он еще и в золотом веке, но к нему такой хреновый проход, просто. Не, не буду содержания юнитов вставить. Так, давайте сюда подходить. Апм. В лучника. Возьму, наверное, пингалу, пожалуй, в певенмапу. Но тут, когда буду ставить город, наверное, надо сюда будет пересаживать. Или еще открыть какого-нибудь губера. как нам тут лучше заходить будет вот отсюда и сразу прыгать. сюда встали дуболомы. Вот проблема, ну, вообще не проблема, у него пока нету, слава богу, лучников. То есть, он типа город будет обстрелить как будто это пращник. Отойдем пока. постою. Не меняю ничего. Дальше, ну, в политическую философию, да. Надо какое-то нормальное правительство уже принять. Четвертый город. Типа это 32-й ход на сетевой, да. Ну, нормальный. Нормальная скорость. Амбар. Монумент. Блин, или вырасти сначала. Давайте вырастим сначала. Так, ничего тут интересного в политическую философию, ничего не меняем. Нам надо закончить этого поселенца и тут поставить. Как бы на этом расселении, я так понимаю, я все-таки закончу, потому что я не вижу еще места. Не, ну, может быть, здесь где-нибудь еще можно всунуть, если немец не поставит город. Но, в принципе, вот тут у нас получается, ну, плотненько так мы находимся. хорошо. Да, я, вообще, боюсь армии только инка. Не знаю, почему он столько наделал юнитов. так, из этих двух кого 10-15, да, вот этого надо будет еще провыграть. Так, расставляем юниты, значит, этот тут будет стоять, тут надо будет сюда поставить дуболома. Нет, не сюда пройти, эти два сюда прыгают. Значит, вот тут надо, не, так, достаточно, что он тут вот отсюда сюда прыгнет, и надо где-то вот тут еще держать. получается. Наверное, строителя давайте. Тут я вот подумал, что надо было дорогу скорее с пивен мапу отправлять, а не из нагу мапу. У меня бы тогда быстрее добрался бы таран ну давайте деньги. Так, я больше армии у Кахоке не вижу. Без тарана подходить нету смысла. О, Хмер религию свою понес, что тут у него позволяет покупать здания в кампусах и театральных районах заяния. Правда веры ноль. так тут стоим тут стоим тут все везде стоим. не, нагмапу тоже хороший город. Вот этот будет не самый лучший. Просто ставим, чтобы заполнить место. да, фес конечно компьютеру намного быстрее города забирать, чем мне. Вообще у испанца 60 науки вообще-то. охренеть, откуда он так науки набрал. Так, ну если у нас стоит карточка на колесницу, давайте четыре хода построим одну колясочку на будущее, а потом у нас политическая философия, мы заменим тут все. так, поселенец в певен мапу. Может и здесь коляску тогда сделать. Таран-то нам один нужен. правда, на колеснице таран не работает, он только на рукопашников работает. Ну, раз карточка стоит, надо как-то это использовать на будущее. Так, значит, как мы начинаем нападать, когда он появляется входим сюда, сюда, этим сюда. Этим сюда. Там кого-то он обстреливает. Ну, ладно, пока стоим. Нам надо это все с тараном делать. Хотя, может, это вообще сюда еще подвинуть. тогда этот сюда идет пока. Да, уже вот эти двое сюда станут. У нас будет четыре дуболома, надо, чтобы все они окружали. все верно. так, сколько у нас ходов до подхода тарана. Немного. что, у меня прям тут коляска раньше политической философии построился. Неизвестный игрок великую библиотеку построил. О, катапульта вылезла. Очень, очень крутой юнит. Как раз на тебя нападают, надо катапульту строить. В любой непонятной ситуации строй катапульту. просто минус катапульта. тут у нас плюс лучник. Подходим. Следующим ходом начинаем подводить юниты. Может сейчас? Да не, не хочу. Она немного наносит урона этим рукопашным юнитом. Ну, вообще любым юнитом, тем более раненая полностью. Спряталась в город. Ну, Катя добавила две силы городу, получается. Тоже не очень приятно. Так, значит, начинаем подходить. Так, 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 так. Тут тоже надо подходить. Смотрите, я сейчас соединяю с тараном, так подхожу. Он, скорее всего, будет именно лучника обстреливать. Так вот, кстати, я могу уже начать обстреливать, но он, скорее всего, ладно, обстреляем. начнет лучника обстреливать, мне как раз я для этого и оставляю, в общем-то, апгрейд. Уже минус четыре, да? Надо будет сюда посадить губернатора. так, что же нам здесь делать? Еще одного рабочего? Ну, видимо, да, потому что все-таки Магнус не просто так сидит и начнем вырубать тут все под районы. Давайте теперь размышлять по районам, где у нас круто встанет производственная площадь. Вот здесь плюс один из-за железа. Если мы сюда поставим акведук, уже плюс четыре. Ну, а здесь, собственно, дамба получается. плюс шесть. Так. Это дамба на реке Уаза Лавкин. Блин, фига название. Это тоже Уаза Лавкин. Тольтен. Это Тольтен, да? Вот Тольтена где-то здесь надо разместить и на Био-Био в этом городе. Так, но в нагмапу, например, вот сюда промышленную зону сюда, видимо, дамбу. Вопрос только вот сюда акведук ставится или нет? Нет, не ставится. Видите, если вы сказать не знаю, кто не ставится. Хм. Наверное, тогда без акведука тут дамбу-то придется ставить. Тут, конечно, можно еще здесь. Вот тут будет соседство с каменоломней и двумя стратегическими. Давайте глянем, как тут будет промышленная зона. А, на плюс два. Не, ну каменоломня тоже что-то добавляет. Наверное, типа плюс три скорее будет. то есть тут, грубо говоря, плюс три сразу, а тут плюс четыре только после дамба построится. В общем, тут бы еще подумать. Кстати, а еще можно, например, для пивен мапу вот здесь промышленную зону, а дамбу еще тут. Хотя тут кахоки еще есть. Ладно. немножко обождем в любом случае. Посмотрим, как кахоки сейчас меня... О, слушайте, проход есть, оказывается. Слушайте, а может мне забрать кахоки и сразу по этой дороге на Кхмера идти? если конечно я заберу кахоки так, ну тут понятно олигархию берем. Значит, содержание юнитов и пожалуй две единицы лояльности в городах с гарнизоном. Ну я что-то ничего не собираюсь строить? Морские не собираюсь строить. Так, создание поселенцев тоже убираем. Первый посол. Давайте производство в городах и строителей. Отлично. Так, теперь убираем соединение, таран сюда вводим. Так, так, так и так. Ну, кстати, нормально, нормально обстреливается. Сюда входим лучником, сюда входим лучником, апаем этого лучника. Тут город. Сразу начинаем с монумента. и наверное сюда как раз чтобы лояльность так-то минус четыре, а так должна давать минус два. Блин, ну что, пересаживать пингалу? Никакого тут скоро я не могу открыть. Еще одного губера имею ввиду. Ладно, пока так, по идее, если я захвачу кахокию, то она тоже будет давать. Не хочу пересаживать пингалу, честно вам скажу. И давайте атаковать. Пока у него тут более крутой юнит не появился. Мне кажется, какой-то я юнит потеряю, скорее всего. Но пока так. Сейчас плюс наверное разграблю торговца. Так, прошу простить, я поищу в другом месте, потому что я реально не буду в его сторону уже селиться. Камера уже стоит. Что за блаш? Катапульты строить, я не пойму. А теперь автоматом куда выкинуло катапульту сразу. Давайте мы тут добьем ее прачником, что нам лучники нужны. Ой, не получилось. Ну, лучники на самом деле против стен. Давайте мы попробуем стены убить. тут больше сила стало, потому что полностью не раненая катапульта тут стоит. Но нам сейчас попробуем стены полностью убрать ему, чтобы он меня не обстреливал вообще. Все, стен нету, он теперь только катапульты. Давайте может эту тогда убьем лучше. Чтобы она не стреляла. этой катапультой сможет меня стрелять и все. Блин, что-то такое непреодолимое желание к миру войну объявить. Я же буду плюс 10 против него иметь. И вот этот город берется пограбить ему тут все. А он еще и с кем-то в войне. Кстати, испанец с кем-то в войне. А, кхмеры наверное с Голландией, с Нидерландами и уже видите, помните, у него был захваченный Неймиген? Уже нифига не захвачено. А Инг Канди захватил. Так, ну, решение нападать на Кахоке оказалось очень очень хорошим. Так, как мне тут лучше? Давайте сюда вставлю как раз будет в гарнизоне юнит. ну, давайте блин, хочется. Давайте в мечники пойдем. Сейчас, по идее, у меня скоро видите рабочий. Обработка железа, ускорю мечников, правда, не смогу апнуть, у меня просто железа пока не будет столько. Знаете, давайте давайте тут тоже строителя. Нам нужно улучшать экономику. Ой, блин, я что-то хотел разграбить торговца. Я все еще хочу это сделать. Так, глянем, заберем ли мы сейчас город вообще. Ну, не выглядит так, что мы город берем. Поэтому получить денежки это круто. Так, ап дуболома, ап лучника, ап прачника. И еще одного лучника. следующим ходом. 113 золота. Наверное, стоит взять. А здесь сколько? 50 здоровья. Нет, это не надо, у нас опыт будет на здоровье. и так. Ух ты, ведет. Еще тут хочет город поставить. Ну, если я апнусь в мечников, то вполне можно нападать. Для этого я деньги и беру. кто-нибудь у меня железо. Вот сам Кахмер, например, наверное, не будет продавать железо. Они обычно... Нет, слушайте, готов продавать. И не скажу, что дорого. Прикол. Ну, немец с испанцем, наверное, нет. Да, немец нет. Испанец нет. Хм. Ну, сейчас сначала кахойки надо взять, посмотрим, сколько у нас денег будет. Я уже молчал, что надо еще мечника открыть. Так, а давайте мы тут попробуем как-то мешать ему ставить город. Где он тут может поставить две клетки? Ну, да, сильно не помешаем. Ну, хотя бы пускай он тут ставит, например, а не на камне. Просто камень ближе получается к моим городам. Вот, что-то ушел. Еще одну ГГшку захватили. Ну, я тут кахойки сейчас захвачу. Хотя он лучников обстреливает в первую очередь. Что, по-моему, странно, но да ладно. Так, ну, вот сейчас, я думаю, надо брать город. По-моему, должно хватить силы. повышение повышение захвачено. Еще и с рабочим. Причем, рабочий вообще со всеми тремя ученичества ускорили. Это благодаря шахтам. Так, ну, отлично. Че? Так, вопрос, тут отваливается, да? Полтора. Зато здесь в плюс пошло. так, ну, надо мечников открывать и давайте, наверное, этого тоже апну в лучника. Пускай разносит свою религию. Меня устраивает, в принципе. Вдруг что-нибудь за веру покупать будем. Так, тут начинаем с обработки железа. тут. Хм. Так, я бы мог уже какой-нибудь район ставить, либо коммерции, либо кампуса и вырубать, собственно, леса под это дело. Мне кажется, коммерчески надо сюда ставить. то есть они будут соседствовать тут вдвоем. Тут просто будут заливать постоянно реки. Давайте, блин, хочется пойти еще и железо тоже обрабатывать, чтобы просто быстрее оно накапливалось. С другой стороны я могу самого блин, может все-таки пойти. 11 ходов роста, что так медленно? Да, выбор, конечно, но опять я могу кхмера купить, но у меня не так много денег, чтобы покупать все кхмера. А вдруг он сейчас поселенца без защиты поведет, я бы его захватил и сам тут город поставил. Ладно, пойду все-таки железо обрабатывать. тут сейчас вырублю лес под еще одного тогда строителя. Этим строителем как раз вот туда пойду. Там же еще нужны деньги, чтобы эти выкупать клетки. Понимаете? Так, здесь я думаю уже надо ставить коммерции. центр и видимо сюда получается. Так, тут город чисто пока на производство. Жалко Кахокею, хороший город государства с хорошим бонусом. 30 дипломатических очков за 10 денег. Не, наверное, нет. Извините. О, осуждает Кхмер. Значит, что я ему могу войну объявить? Официальную, а не внезапную. подводим ближе к дороге, чтобы отсюда можно было быстрее на Кхмера нападать. Так, тут чисто производство. Тут, кстати, починим монумент. А, ну так это уже в плюс все. Зашибись. Все, тут лояльность в плюс идет. Тараны без стен в общем-то не нужны, но я уверен, что Кхмер построить стены. Ускорили мечников. Три хода до мечников, но у нас нету железа, чтобы их прям так апать. Так, рабочих делаем. Блин, минус четыре, минус, через три хода будет минус. Ладно, посмотрим. так, тут ремонтируем шахту. Пойдем, наверное, тут шахту сделаю и тут плантацию. Ну, армия у меня сильнее, чем у Кхмера и он еще там с кем-то воюет. Вот это меня радует. Так, а как тут плюс три, то есть, в принципе, я могу убирать отсюда коляску и везти тоже на фронт, потому что она плюс две дает там лояльность. хотя он еще на самом деле она больше, чем плюс две дает, потому что юнит еще сильный. Ух ты, Инг купил армию у Шенгетти. Зачем? На меня ему нападать не скукать, надо дружбу с этим объявить. с немцем, чтобы еще от немца не ожидать удара в спину. Блин, тут еще надо, видите, клетки эти купить. Сколько стоит? 75. лошадей обрабатываем, потом пойдем свинину еще обработаем. Ну, что-то еще надо сделать. может монумент поставить, чтобы быстрее клетки присоединялись. Блин, с другой стороны амбар тоже требуется, чтобы росло. Давайте амбар. Так, ремонтируем. Тут лечимся стоим. Так, так. так. Ну, вот вимая опура, ну, так стоит дебильно тоже, да? Ну, почему не на побережье было поставить? Ну, я понимаю, что тут анкард хом, ну, вот сюда на побережье хотя бы. Просто даже некуда акведук провести, чтобы у нее появилось доступ к пресной воде. Что там у компьютера в голове? Фиг знает, короче. Я пока тут постою. стоило на сетевой скорости 55 стоит монет. А, значит, тут будет 110 дуболомов в мечников. Ну, и 20 железа. Я бы хотя бы одного дуболома. 15 45 19 45 и уже веселее пойдет атака на Вим Ая Пуру. Мои войска просто идут мимо, но мы тебя обманываем. Будем честны. Сами с собой хотя бы. так. Отлично. Ну, блин, я еще тут хочу купить. Ну, мне придет, я, наверное, могу покупать, просто потому, что у меня вряд ли будет железо, чтобы хотя бы двоих купить. мне надо, чтобы у меня 110 монет оставалось на апгрейд одного юнита в мечника. А остальных без понятия. Амбар ремонт. Недостаточное довольство уже. Хотя можно чисто на производство переключить так растет очень долго. Пускай монумент быстрее достроит. Жемчуг. Ну, тут где-то вот здесь, наверное, надо будет гавань ставить. Здесь сосед с каким-нибудь районом будет хотя бы. Тут в любом случае плюс два гавань, потому что два леса. так, а сколько тут вообще до конца? еще 34 хода, я думаю, имеет смысл повоевать с Кхмером. Мне не нравится его наука, конечно. Вообще, мне больше всего не нравится тут инк, 580 сил и 75 науки. Единственное, надеюсь, что они будут с испанцем воевать. Видите, плохие отношения с инком у инка и с испанцем. То есть, я надеюсь, что они как-то быканут друг на дружку. Так, 20 единиц железа. Давайте смотреть. Так, во-первых, сначала выкупим эту клетку. 80 потратим и вырубаем этот лес. Сразу ставим тут центр коммерции. Так, 7 ходов. Что насчет роста? 14 нет, давайте так оставим. Теперь торгуем с Кхмером железом. Нам надо 12. 12 он нам не даст. А сколько даст? Что, прям реально ничего не даст? Не, наверное, я могу что-то ему предложить. И он такой, ну, возможно. Нет. Черт, ну, значит, надо ждать. у нас четыре вход. То есть три хода. Хоть железа у меня много, и то радует. Пока просто стоим. тут свинки. Появляется довольство. Все тут чисто на производство мы. На гмапу можно вырасти, кстати. тут тоже можно вырасти. Что-то, мне кажется, я лишнего рабочего сделал. ну, да ладно. Видимо, центр коммерции сюда будем ставить. Не, можно, кстати, сюда... А, стоп, я же тут гавань собираюсь, я тут гавань собираюсь. Подождите. Какой центр коммерции? Или все-таки центр коммерции без гавани поиграем? У нас не одна, хотя еще вторая улья мапу. И нам надо две гавани и две верфи, это для ускорений дальнейших, так что нет. Возможно, имеет смысл правительственную площадь в этом городе поставить. Только давайте тогда думать, где. например, если мы ее здесь поставим. И тогда промышленную зону сюда. Так, значит, гавань я думаю наверное здесь ставить. А сюда акведук встанет? Встанет. Не, ну в принципе норм тут тогда например куда-нибудь вот сюда можно кампус будет еще всунуть в нагмапе ну предположим еще кампус атак мапу может тут где-то угор конечно встанет предположим предположим хочу чтобы они тут соседствовали видите плюс три будет и сюда какой-нибудь тетралку да вот вот как-то как-то так предварительно в принципе вот тут чтобы не разливалась здесь будет дамба а чтобы здесь не разливалась вот это будет дамба так что ну пока я дамбы не построю конечно проблемы будут с районами но в любом случае давайте правительственную площадь в этом есть идея хотя бы еще одного губера я так понимаю что за мапучи надо как можно быстрее всяких губернаторов получать давайте местами поменяем я вот этого буду в первую очередь апать у него больше опыта так ну сюда идет этот рабочий пошли наверное камень обработаем потом скот ага что нам тут сделать ну раз мы играем с магнусом то видимо вырубать леса надо а вон у нас еще один смотрите давайте сахар обработаем есть с кем торговать у нас уже двое трюфелей есть но все равно сахар давайте верховую верховую езду там всадники как мечники правда не могу их пока опять же пока строить что не накопилось лошадей нет извини извини чувак железо нужно самому блин 61 наука у кхмера а что так у немцев плохо все интересно из кахокии надо в столицу чтобы дорога была так еще культурка начала капать так ну здесь сюда пойдем тоже куплю наверное клетку слишком долго 21 ход ну невозможно ждать так когда у нас дружба с инком заканчивается 5 претензий к нам есть 7 ходов не нападет ли он на меня вот интересно кто ереван забирает инк или испанец забирает ереван но мне кажется инк должен быть зол на испанца очень серьезно так и есть все с кем-то в войне кроме немца а что там у немца вообще с городами 4 города все же что так плохо я вот просто не пойму так проверим что там остальные что-нибудь захватили чужое так ну кахмер 5 городов и он город голландцу вернул очевидно нидерландам испания испания только ну вот фес только ггшку но испании много городов инк роттердам ага инк похоже вместе с кхмером против нидерландов там роттердам захвачен и был неймигин захвачен помните у кхмера когда-то нет не торгуем пока ну вообще надо будет торговать за деньгами когда вообще бы за железо поторговать но никто же не хочет получили объявление а только сейчас нидерланды получили объявление войны от инков пойдем наверное в оборонительную тактику пока блин а мне бы еще давайте давайте в кавалерийские ордена лучше вряд ли военный лагерь построю а вот эту карточку на железо поставить будет очень в тему мне потому что вот так в Уилье мапу отправить как раз куча дороги пройдет не в Уилье мапу а как ее подождите а почему у меня два одинаковых названия города что как это вообще два одинаковых названия города Уилье мапу Уилье мапу ну придется переименовывать вообще давайте я везде эту мапу уберу дебильную все города мапу ну если меня мапучи смотрят извините конечно так вот здесь мы как-то должны а какой раньше встал этот город или тот вот этот по-моему раньше значит это будет просто Уилье а этот будет Уилье новый вот так мы раз они решили одинаково назваться что я могу с этим сделать так тут мы все починили центр коммерции жалко что у него вообще никаких районов не было когда я захватил ну давайте центр коммерции нам везде нужны центры коммерции так здесь мы плантацию ставим тут покупаем клетку и вырубаем лес плюс два гжили у меня нету вообще нигде двух районов вообще вообще нету ни в одном городе хотя бы одного района не то что двух так и следующим ходом апаем мечника и начинаем подходить к хмеру ух ты я думаю что голландцы победили судя по всему блин античность уже через 10 ходов закончится ну и смысл мне воевать тогда так загорелся лес надо убрать сгорит сгорит в огне просто я сюда иду не для того чтобы акведук я не буду пока вырубать лес так здесь пойдем сюда выруб вырубить лес что-то быстро проходят эпохи на самом деле там было сколько 50 первый ход по-моему начался да то есть за 51 ход а тут через 10 ходов то есть за 40 ходов вместо 60 кажется там где-то этот улетает о слушайте это же не последний по количеству тех это радует это радует минус нидерланды жаль вообще глянем кто его захватил ну хмер так ничего не выиграл от этой войны хотя у инка только походу там нидерланды еще с кем-то воевали хотя россию то я не встретил еще но нижний новгород офигительный город просто ну ну вообще без шанс только если он культурный союз с немцем заключит вообще не представляю как он может не отвалиться в принципе так тут жилья хватает тут жилья хватает ну даже в кахоке жилье поэпиджи а за счет чего откуда тут еще одно жилье поэзду пускай растет хотя в общем-то не на чем расти странно и ереван побежал и полностью уничтожен просто испанец больной ублюдок конечно захватываю города чтобы их уничтожать так ну я думаю имеет смысл объявлять войну к хмеру и захватывать рабочего например давайте попробуем просто официальная война хоть меньше претензий будет а нефиг было меня осуждать и да три заряда мне кажется вимая опура берется я против него плюс 10 имею даже если он стены тут поставил а он не строит тут стены ходов мало у меня 9 хотя с другой стороны о там по чеку объявили войну еще самое главное испания объявила войну вот это зашибись вот это зашибись они развиты нормально оба это будет здорово так пока я тут с кхмером разбираюсь они там между собой хай воюют здорово очень мне это нравится все так тут я хотел пойти в инженерное дело и дальше в арбалеты нету нам смысла хотя слушайте может ученичество это собственно следующая прокачка мечника а давайте слушайте пошли ученичество ускорено же это быстрее чем мы через инженерное дело в арбалеты пойдем латники нам помогут так пошли скот обрабатывать ну тут плюс три видите с каменоломней ну наверное все таки лучше там будем ставить о тут мы коммерческий это сделать рынок надо караванов побольше денег побольше так а что я тут буду все таки этим рабочим делать лесопилки я же не открыл еще так тут я скот обработаю тоже пока непонятно что рабочим делать не знаю идти вырубать здесь еще лес тропический давайте пока сюда пойду бананы бы еще купить или вон у Ильи идти камень обработать крабы слушайте крабы надо обработать о это вторая да гавани откроем в крабы пойдем точняк так война с женевой отправлять пока никуда не будем а женева где ага вон внизу хорошо так есть монумент просто глянусь где тут кампус на плюс 4 кстати наверное придется тут рабочего пока строить конечно я бы тут гавань хотел начать строить но гавани еще не скоро я открою поэтому давайте строителя нарушено обещание к хмеру ну кто-то из вас расстроился что-то елки ну хватит гореть что за фигня так я думаю что время атаковать город вот если видите плюс 10 против цивилизации находящихся в золотом веке или против вольного города да следующим ходом вимайапура падает за ши биська так блин а тут уже отгорел лес да можно сюда остановиться лечиться ну так дебильно город поставлен просто не могу а кампус как дебильно поставлен хотя может к хмеру это нормально 6 науки тут у него 6 науки явно ну то есть у меня 3 науки должно быть а за счет чего у него тут 6 науки что-то я не пойму ну эти тропические леса дают плюс 1 а откуда еще просто леса что ли так что там дают соседство лук так горы 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 2 с лесом с тропическим не так это плюс 1 только от тропического леса за счет чего нет ну 6 потому что у него номер карточка стоит скорее всего на вот это бонусы соседства кампуса это понятно но 3 науки у него откуда а риф блин вот тут не видно что риф ну нормально будут 3 науки у меня хотя бы еще то я совсем никакой по развитию давайте давайте просто постоим я захвачу город наверное трюфеля обработаю торговать все еще не с кем да о меха наконец-то наконец-то ты обработал у меня 2 трюфеля это 2 на самом деле у инка так сахар на меха ты мне еще что-то заплатишь за это да он вообще дофига готов заплатить слушай а может ты мне тогда лучше слона дашь или деньги с него просить о слушай тут вообще готов класс один вход почему-то не хочет за лошадей ну тогда все на это а этих вот нет не готов все принимаем сделку 189 денег отлично может все-таки кто-то железо мне продаст испанец готов мне надо 12 вот теперь за дипломатические очки отлично так может и больше продаж например 20 так 32 так это стоп а я 32 не могу стоп подождите сколько у меня влезет сейчас я помню в сетевой 25 да влазит а тут 50 так извините все верно слушай ну в сетевой кстати больше необходимости военные лагеря строить для того чтобы у вас ресурсы сохранялись а тут получается я не знаю доберу ли я когда-нибудь 50 этих кресов чтобы у меня не влазило так по-моему 24 нет 25 нет 26 здорово это просто здорово еще один мечник еще один мечник кайф так вырубаем и заканчиваем ход 307 была 161 сила стала 307 у кхмера нормально вообще так хватает мне хватает и математику ускорили ну вот три науки кампус сильно отваливается вопрос минус 16 ну наверное магнуса тогда туда пересадим я уже вырубать ничего не буду ах хотя губернатор новый давайте тогда виктора лучше возьмем вимая опуру минус 12 стоим лечимся пока так ну пойдем не знаю рис обработаем наверное что тут еще монумент кстати не построен давайте тогда его строить ну у меня город этот раньше отвалится конечно нам бы столицу забрать сколько ходов 7 нам за 7 ходов забрать столицу и вимая опура уже отваливаться не будет монумент монумент ну видимо центр коммерции опять конечно все вот это то что заливает это все очень грустно хорошо ставится ставится ну тогда сюда видимо центр коммерции в общем-то есть правительственная площадь зал для приемов анкар тхом стены не строит зато строит храм минакши неизвестный только начал кхмер строить храм минакши вот инеец франкфурт поставил тут по-моему города больше не влазят нигде да да что с новгорода неужели он посадил губер и он перестал отвалить ну как-то так вообще возможно союза же у них нету с немцем ну это какой-то чит конечно просто житель один город тут вокруг города на него влияет моя столица на него влияет сажает губернатора все зашипись все нормально так трюфелями торговать не с кем да блин что-то вот то что у меня лучники впереди идут мне это не нравится давайте как-то вот так сделаем этим мечником вперед пойдем не знаю стоит ли мне к нему давайте наверное на всякий случай таран к нему присоединим так а слоны у меня есть я слонами по-моему торгую или нет я мехами торгую а слоны вот откуда у меня еще одни что-то я не помню чтобы я их обрабатывал честно говоря реально а это да мне инг дал и и меха и слонов ну то есть можно не спешить с этими слонами пока я сынка все имею давайте торговца блин прыгнуть сюда нет фу я просто боялся что этот город будет со стенами блин может мне в кахоке вот эту клетку выкупить уже все-таки два очка генерала на что я еще деньги могу потратить на апгрейд вот этого туболома если только слушай а что у меня тут стоит поскакали тут же не отваливается уже город так рис наверно надо выкупить я кахоке собственно ради этого и захватывал чудо классное дает два очка великого полководца и два очка великого торговца если вам принадлежит хотя бы одна из этих клеток ну зашибись вот эти кахмеры как раз набивают за счет собственно этого чуда и полководца тоже нет ресы мне нужны самому ауч это все-таки больно было очень не хочется терять так я хотел поставить карточку чтобы быстрее набивались ресы вот так теперь идем в оборонительную тактику чтобы стены построить там мечник подходит к городу хотя очень хорошо отсюда лучником обстрелить никто на него напасть не может давайте наверное мечником уже дальше пойдем блин вот этот скаут на самом деле может мне убить этого лука будет очень неприятно второго уровня все просто на ровном месте потеряю потеряю юнит так давайте его возвращать через сколько ходов отвалится 3 есть навигацию ускорили 225 а если вот так не давайте пускай растет быстрее 20 науки я только на уровне немца получается не знаю что там с немцем какие у него проблемы почему так кстати считается что я русского до сих пор не встретил блин давай ты меня лучника не будешь убивать этим скаутом пожалуйста фу слава богу так сейчас у него минус судя по всему катапульта может мне на этот город пойти тут 44 силы все-таки давайте на этот город пойдем кстати минус видите минус 40 лояльности за убийство юнитов но вряд ли он отвалится плюс 28 все-таки так как нам тут лучше сделать давайте сюда встанем коляской сюда сюда и видимо лучником сюда отойдем так с почекутоком надо дружбу пожалуйста давайте прода отлично все я только с кхмером вот бы еще кхмер вышел в золотой век в следующую эпоху было бы вообще зашибись тут леса восстановятся крутыми станут ну какой-то мне город надо захватывать что анкард хом больше дает видите силы из-за того что мечник внутри а в проях вихе и вообще никого нету так надо убивать вот этого парня подходим подходим блин у него уже генерал какой-то есть атакуем да выглядит так что мы этот город тоже заберем атакуем да да ну плюс здесь конечно хороша способность а плюс я еще сейчас открою латника латника апнусь в латников естественно сколько это будет стоить давайте глянем так приблизительно мечник в производстве 90 дуболом в производстве 40 разница 50 да хотя подождите базовая стоимость 160 а мечник базовая стоимость 360 разница в 200 а мы платили 110 а этот сколько стоит 640 нет что-то дорого будет мне кажется апаться будем надеяться что мы накопим каких-то денег все равно выглядит как дорого так сколько еще вимая пура тут еще три хода добавилось так ну пока он держится здесь чисто производство ставим или давайте вот так поставим пускай на деньги идет в новой уилье просто производство в кахоке просто производство так рынок надо надо будет уже на деньги отправлять караваны какие у нас тут ну ладно следующим ходом караван построится и посмотрим куда выгоднее пока не знаю пока не знаю что обрабатывать просто в кахоке зайдем города коммерции коммерции чем плохо вот так вот так захват нет следующим ходом отлично еще еще один город взят давайте подбежим к городу пускай может он мечником меня тут атакует вообще не возражаю так а тут мы туболома следующим ходом проапгрейдим да конечно кахмер намного быстрее падает чем кахоке именно за счет плюс 10 блин два хода если он не выйдет в золотой век будет очень грустно вот без золотого века дальнейшие действия меня заставят грустить вот стоп на повышение зашибись тараном стоим ну пошли опять все еще нету лесопилок блин я не знаю что этим рабочим делать о торговец так какие нас тут самые крутые всего три золота кахоке куска ну видимо надо из кахоке потому что там еще будет еда с производством он еще тут дорогу вылья новый проведет да давайте так и кампус наверное в нгулу плюс 4 все-таки надо как-то по науке догонять вообще наконец-то Петра встретили может с ним поторговать можно будет а это кстати у меня открылось за счет каравана нет нельзя с ним поторговать не ну можно ему за деньги дать но я следующим ходом а так мне следующим ходом самого будет достаточно для апгрейда а вот Россия объявила войну Германии ну походу там Германии хана хотя есть сила среднее наводнение надеюсь нет не сломали район слава богу так у нас хватает времени захватить этот город куча всего ускорили благодаря этому просто посмотрите за счет чуда за счет районов за счет ферм а что тут дает театральной площади 3 а мачу пикчу да слушай ну мачу вот это бы как бы город хотелось бы сохранить подольше конечно я думаю может и без золотого века мы должны взять да к сожалению чуть не хватает мне до золотого века блин причем брать город надо было вот этим разграбить ферму я бы вылечился так через речку больно да давайте сюда встанем этим пока сюда тут надо осаждать город так у кхмера по идее три города осталось четыре уже ну вот столицу если я заберу будет вообще зашибись и будет очень влиять на города вокруг строительство контрфорс исторические хроники драма и поэзия феодализм еще эпохи устремления получили очки кайф а слушайте могу коляской проатаковать может кстати так и сделать или лучше встать вот на встану на ферму и вот теперь проатаковать или атаковать когда он уже когда не будет этих когда он в осаде будет город 61 сила неужели у него один меч а куда опять армия делась у него было 300 где-то что-то я не понял реально не понял у него было дофига силы так а ну не следующим ходом заканчив ну короче я могу атаковать я думаю что мечник мне не больно нанесет урон а я потом полечусь когда ну от фермы монумент в первую очередь ремонтируем так сколько вот тут уже в плюс пошло слушайте а давайте тогда виктора ну если я виктора пересажу там в минус опять станет но мне важнее чтобы вот этот город дольше отваливался минус 3 ну нормально это еще как минимум 3 хода можно держаться нормальненько лучше не захватывайте слишком много земель у вас все равно не хватит способностями управлять в меня верит конечно парень джибель баркал не ну немец ты там не жилец походу что с тобой торговать и мы вышли в средневековье я думаю что на этом на этом я серию закончу свою к сожалению опять нормальный век вышел ли кхмер в золотой век я тоже в следующей серии уже покажу так что до следующей серии спонсоры канала могут ее поискать прямо сейчас во вкладке сообщества для всех остальных она появится завтра и пожалуйста не забывайте про клипы очень вас прошу делайте клипы потом сделаем мини-видео играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока 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 Продолжение следует...